Девушки отдыхают Привет! Вы же знаете, где мы? Сегодня мы вам покажем топ-5 мест, где можно в Дубае провести время с ребенком. Дубай. Город богатой жизни и огромного количества развлечений для взрослых и детей. Сюда можно приезжать каждые полгода, так как в этом городе постоянно открывается что-то новое. Итак, приготовьтесь кайфовать вместе с нами и не забудьте поставить лайк и подписаться. Первое наше развлечение было построено всего три года назад, но уже стало очень популярным среди туристов. Это рамка Дубая. Ее высота 150 метров. А известно она тем, что на такой высоте есть прозрачный пол. Сейчас все покажем. Сначала вы попадаете в современный интерактивный музей, в котором показана история Эмирата. Тут показано то, чем занимались дубайцы до нефтяной эпохи. Пап, музей это, конечно, очень интересно, но пора нам уже на самый верх подняться. Кстати, за 7-5 секунд этот лифт поднимается на 48 этажей. Так, вот мы и наверху. Помещение внутри кажется совсем небольшим. Это значит такой себе длинный коридор с прозрачным полом. Кстати, пол становится прозрачным только когда на него наступаешь. Рамка Дубая очень символично разделяет Старый Дубай и Новый Дубай. С одной стороны Бурдж-Халифа. А с другой стороны Старый Город. В этой локации клево пофоткаться и преодолеть боязнь высоты. И на все про все у вас займет максимум полчаса. Поэтому и цена, как для дубайского развлечения, не супер высокая. За взрослого и за ребенка мы заплатили 20 долларов. Погуляв по верхнему этажу арки, вы спускаетесь вниз и попадаете в музей будущего. Тут можно пофантазировать, как будет выглядеть Дубай через 50 лет. Вообще, этому месту можно поставить 8 из 10. Мне, как ребенку, было интересно первые 10 минут. А я, между прочим, поставлю 10 из 10. Мне понравилась и сама Рамка, и все два музея. Оригинально и не скучно. Пока мы едем на следующее развлечение, по традиции 30 секунд насладитесь духом этого города, небоскребов и понтов. Друзья, мы идем на следующее развлечение. И оно очень страшное. Честно говоря, я не очень хочу. Владик тоже? Ну, как сказать? Ты хочешь? Я хочу, я уже говорил, что я очень сильно облиюсь высоты. И из-за этого очень страшно. А вот что страшно? И куда мы сейчас идем? И почему у меня трясутся руки, когда я держу телефон? Сейчас все увидите. Мы сейчас будем летать на зиплайне. Это один из самых длинных зиплайнов в мире. Его длина 1 километр. И начинается он на 44 этаже. Но не мы, а ты. Так как меня ждал облом. Мы чуть-чуть расстроены, потому что, к сожалению, ребенку 11 лет нельзя кататься на этом зиплайне. Только с 12 лет. И они очень строго к этому относятся. Поэтому полечу только я. Пока папа будет летать, мне придется ждать его внизу. Ну, а я тем временем уже готовлюсь. Заполняю анкету. Теперь всех желающих соберут в одну группу и повезут на место старта. У нас большой компанией. Вот видите, не только я один. Забрал инструктор. Сейчас мы сядем в автобус и доедем до места, откуда мы будем все лететь. По очереди будем лететь. По дороге к месту старта нам включили инструкцию о полете. Ехать пришлось минут 7. А потом на лифте поднялись на 42 этаж. Теперь пешком еще два этажа на крышу. И вот мы на месте. Вот такие сутки дают для того, чтобы положить телефон во время полета. Так, вот и пришло мое время летать. Я специально решил быть самым последним. Друзья, прямо сейчас я полечу вот на этой штуке. Посмотрите, у меня уже вся амуниция готова. Чуть-чуть я переживаю. Чуть-чуть буквально. Вот чуть-чуть. И что-то сжимается. Вот не могу понять, с какой стороны. Но я готов. Я готов. Готов? Да. Готов, чтобы лететь на красивую петлю, что ты рядом с тобой? Да, я готов. На 70 километров? Нет. Итак, меня уложили на специальный поддон. И все случилось настолько быстро, что я не успел испугаться. Я лечу. Вот полетали бы вот так? Напишите в комментариях Я все это время ждал внизу И очень переживал за папу И вот он летит Я прилетел по-моему Это было очень круто Сначала первые 10 секунд Это страшно, потому что не понимаешь, что происходит А потом ты начинаешь наслаждаться этим полетом Наш сверчет Спасибо После такого экстрима Надо передохнуть и посмотреть что-то Такое, знаете, лайковое Конечно, какой же Дубай без бурдж-халифа Мы не будем вам делать экскурсию На верхних этажах Так как каждый из сотни тысяч блогеров Это уже показал Единственное, что хочется вам показать Это один лайфхак Есть в самом большом торговом центре Дубай Мол, который находится возле бурдж-халифы Огромный аквариум Тут и акулы, и скаты, и другие морские обитатели Можно заплатить 50 долларов И пройти по туннелю внутри аквариума А можно увидеть всю подводную красоту Бесплатно Чтобы ближе подойти к этому аквариуму А также пройти по туннелю И увидеть вблизи рыбок Нужно заплатить около 70 долларов Но можно этих же рыбок Увидеть вблизи бесплатно Смотрите где Пошли Поворачиваем теперь налево Направо И снова налево Те же рыбы Также вблизи Смотрите Ка, смотри Класс Так, отдохнули Можно ехать дальше Есть в Дубае Крутой парк Называется он АМГ World of Adventure Говорят, тут много крутых развлечений Проверим Парк поделен на три части Для детей 5+, Зона динозавров И Марвел Пап, я тут найден Удивхалка полного размера Ого, ничего себе Кстати, парк полностью крытый А высота некоторых аттракционов Достигает восьмиэтажного здания Размер этого парка Как 28 футбольных полей Офигеть Тут 16 аттракционов Это три американские горки Четыре поездки по декорациям Три кинотеатра 3D и 5D Две экстремальные карусели Две детские игровые площадки И две детские карусели Парк в большей мере Рассчитан на детей от восьми лет Для совсем маленьких Тут мало развлечений Кстати, билеты стоят от 90 долларов Ребята, мы на Спайдермена Вперед Но есть один минус этого парка Это очереди На каждый аттракцион Надо стоять в очереди От 15 до 40 минут Независимо от дня недели Мы уже минут 15 стоим Ждем Посмотрим, сколько еще надо будет ждать Мы простояли в очереди 30 минут Наконец-то сели Как только аттракцион начал двигаться Большинство стало кричать Ну, сначала я не понимал почему Но потом все понял Тебя просто крутит в темноте Крик, шум И ты уже не совсем понимаешь Или вверх ногами Или прямо Или вообще в таком месте Находится твоя голова Это было не страшно Что ты обманываешь? Все было страшно Очень было страшно И самое интересное Знаете что? Что ты не знаешь Что происходит Куда ты летишь Все в темноте Тебя кружит Даже чуть-чуть стошнило Но вот такая горка Какой же парк развлечений Без вот этого? Итак, друзья Стоит 30 дирхамов Три мяча Погнали А вот на втором Таком развлечении Нам повезло больше Владик выиграл Маленькую игрушку Да И после приезда Подарю ее маме Друзья Большой минус Парка развлечений Такого рода Это то, что Даже если вы приезжаете В начале работы Этого парка Вы все равно попадаете В очереди Приходится ставить В таких очередях На самые популярные Развлечения От 20 до 40 минут Хотя сегодня Сегодня будний день Но все равно Много народу Этому парку За сами развлечения Можно поставить 10 из 10 Согласен Но ожидания в очередях Все портит Так что ставлю 6 из 10 Кстати Это не единственный Парк развлечений В нашем выпуске Надеюсь Дальше очередей не будет В Дубае жарко Хочется воды И не только пить А еще и окунуться Поэтому мы приехали В аквапарк Аквапарк Аквавенчур Наше самое Любимое место В Дубае Сам аквапарк Находится на территории Премиум отеля Атлантис Прямо посреди Искусственного острова Пальма Джумейра В 2016 году Аквапарк Получил звание Лучшего аквапарка Ближнего Востока Тут 105 разных Горок Бассейнов И развлечений Входной билет Стоит от 70 долларов Советуем заказывать Билет на сайте Так как в кассах Они дороже Короче, Ребзя Мы пришли сейчас На одну из самых Экстремальных горах Сначала ты Вроде бы Спокойно летишь И ничего тебя не смущает А потом Это было вау Это было очень круто Ребята Тут свободное падение Вот там вот Вот там свободное падение И ты просто летишь Секунд пять Ничего не понимая Просто вниз Если соберетесь В этот аквапарк То будьте готовы Провести тут весь день Этот аквапарк Очень популярный И к сожалению В час пик Тут тоже есть очереди На топовые горки Мы уже ждем Минут двадцать Аквапарк Аквавенчур Однозначно Заслуживает Десять из десяти Даже когда стоишь В очереди Ты можешь наслаждаться Крутыми видами На искусственный остров И отель Атлантис В следующий раз Когда мы приедем В Дубай Я хочу провести Тут не один день А два Тут мы пробыли До заката Но на этом Наше развлечение Не заканчивается Кроме того Что здесь В Атлантисе Есть аквапарк Здесь есть еще Очень крутой аквариум Аквариум Зе Лос Чамберс Тут 21 экспозиция С морскими обитателями Вход стоит Около 28 долларов Тут можно увидеть И гигантского Морского окуня И яркую рыбу Клоуна И страшных Мурен Акул И многих других Чтобы прокормить Этих всех обитателей Лучше 220 килограмм корма в день Больше всего Меня впечатлили Медузы Если вы думаете Что вот это медуза Вы ошибаетесь Смотрите Это просто вау Место очень клевое Особенно классно После активного аквапарка Тут релакснуть И походить Среди этой красоты А нас ждут Еще два крутых развлечения Добро пожаловать в Леголэнд Дубай Сразу о цене Так Не отвлекаемся После магазина Вы попадаете на завод Где можно увидеть Как изготавливаются детали И лично поучаствовать В создании Такой штуки Которую потом Подарят в качестве Сувениров Это крытый павильон В котором Из 20 миллионов деталей Созданы главные достопримечательности Дубая И Ближнего Востока А еще некоторые фигуры Можно посмотреть изнутри Ребята Что даже можно залезть Полезли Мне здесь так нравится Ребята Просто кайф Мне на самом деле Даже отсюда Уже и выходить Никуда не хочется А потом Мы поплыли на субмарине И увидели Там такое Отправляются Субмарины Оцена Тигровая Смотри Вау И третья Смотри После субмарины Можно посмотреть Сразу и на других рыбок В основном Лига Ленд Интересен детям Младшего возраста Но раз мы уже тут То покатаемся везде Даже на таком аттракционе Тут еще можно Создать свою машинку И устроить соревнования Задача Сделать быстро Каждому по машине И потом Запустить Вот так Погнали Пап Я уже съела Свою машинку Давай чуть-чуть Быстрее Это машина Владика Реально клевая Это полицейская машина И как бы У меня Чуть-чуть Скажем так Ну хромает Фантазия Вы знаете Но Я уверен Что она быстрая Она в душе Быстрая Так друзья Поставьте пожалуйста Лайк моей машине Чтобы я не чувствовал Себя неудачником Три Два Один Давай 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 Видите Я же говорю Что я лучший Есть в Лигголэнде И экстремальная Американская горка Нам повезло Тут не было очередей И можно было Несколько раз Покататься Если рассказать вам О всех развлечениях Лигголэнда То одного выпуска Точно не хватит Тут есть и гонки И пожарная часть И полицейский участок И катание на лодках В общем все для того Чтобы вам И вашим детям Не было скучно Но надо понимать Что все-таки Лигголэнд Рассчитан на детей До 10-11 лет Старшим детям Тут точно делать нечего В Лигголэнде Мы провели Два с половиной часа И пришли В еще один Крутой парк Под названием Моушенгейт А вот как раз Каждая из зон Представляет фильмы Или мультики Которые создали Знаменитые киностудии Коламбия Пикчерс Дримборкс Анимейшн И другие А еще тут есть Деревня смурфиков Друзья Помните такой крутой фильм Охотники за привидениями? Мы сейчас будем Убивать привидений Тут вы садитесь в огольчик И начинаете охоту За привидениями У каждого игрока Считаются баллы Так что можно Устроить соревнования Друг с другом Так, а сейчас я вам покажу Самый жесткий Аттракцион в этом парке На вид это Обычный стол На котором вас поднимают И спускают Но по факту Это жесть И сейчас вы поймете почему А через две минуты Я резко полетел наверх Наверху на 10 секунд Все замирает И ты не понимаешь Когда полетишь вниз Вы только послушайте эти звуки У меня до сих пор Мурашки по телу Все происходит Как в страшном сне А дурацкая страшная музыка И звуковые эффекты Это еще и усиливают Это еще и усиливают Ребята, все время полета Заняло буквально 50 секунд Самое страшное Это когда тебя вверх Так Поднимают Поднимают А потом Это было страшно Есть в Мошерге И своя река По которой можно устроить сплав Но тут нас ждал облом Ребят, хотели пойти На водное развлечение Но написано, что надо ждать 90 минут 90 минут стоять в очереди Мы решили не тратить время на очереди Так что просто покажем вам Как это выглядит со стороны А теперь самое главное Что хотелось вам показать Американская горка С мертвой петлей Сначала вас везут до платформы Которая уезжает вбок Мы едем сначала вперед А теперь назад Это было просто вау Я не знаю, что вы видели Но это было просто вау Это было 20 секунд Просто эмоции и адреналина Ребят, это очень экстремальная горка Самая экстремальная горка Моушенгейт Я в восторге от нее Сына, как ты? Я тоже в шоке Мы сидели на последнем ряду И мы когда летели вперед Это вообще не страшно Но сам вот Вот это, кстати, самое страшное Когда ты в конце сидишь Советуем оставлять эту американскую горку На десерт И вообще я ставлю этому парку 8 из 10 2 балла заберу за очереди А я ставлю 10 из 10 Мне было все равно на очереди Главное эмоции Которые я получил от аттракционов Сразу после парка Моушенгейт Мы собрали вещи И поехали в аэропорт Так как уже ночью Был наш рейс Мау Обратно в Киев Через 4,5 часа Мы были дома И можно подводить итог Дубай можно охарактеризовать Тремя словами Это Круто Весело И дорого Ну а вы не забудьте пожалуйста Подписаться и поставить лайк А мы полетели в следующее путешествие Поехали Крук 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 Крук